теперь дорогах слякоть днем уверенный плюс по ночам слабый минус а по утрам туманы все это свидетельствует и говорит нам о том что весна неизбежна и открытие охоты должно состоять теплый ветерок все дороги раскисли но еще держат и не режут колею пока только лед и снег а значит пора пришло время готовиться готовиться и делать пора ведь гнезда говорится будем делать гнезда для наших с вами любимых уточек они прилетят все а гнездочки уже готовы гараж может рабочий так сказать вот такая сетка будет использована нами потише музыку сделал эта сетка будет использована для изготовления гнезд утинах сейчас я нарежу необходимые куски а потом перееду в деревню у меня там есть солома вот из соломы уже будем накручивать гнезда будем проводить мероприятие по биотехнии в угодьях где мы охотимся это угодья значит будет не сами угодья точки где я собираюсь выставить гнезда две точки находятся в общественных угодьях и одна точка находится в зоне я потом выложу карту покажу в зоне покоя то есть соответственно получится некий треугольник две здесь точки и одна сверху по длинным сторонам получается где-то в районе трех километров а здесь в районе двух то есть по 10 гнезд будет выставлено итого 30 гнезд мероприятия на общественных началах то есть нас никто не поддерживает мы решили просто сами заняться этим и соответственно потратить свое силы свое время на изготовление свои финансовые какие-то затраты понести но ради того чтобы потом просто осенью хорошая была популяция утки в угодьях посмотрим насколько это будет продуктивно сколько гнезд будет занято в любом случае будет небольшой отчет написан возможно даже это будет размещено где-то на общественном каком-то ресурсе и статья в газету или в журнал в охотничьей и этим видео как бы тоже хочу подтолкнуть вас к созданию подобных гнезд и вообще считаю что это должны делать школах по крайней мере где есть водоемы деревнях парни на уроках труда как мы делали в свое время скворечники я думаю там сейчас в той же школе и по-прежнему делал это также можно делать утиные гнезда расставлять их смогли бы сами хотоведы в присутствии детей соответственно писались бы какие-нибудь научные детские научные труды по биологии и так далее тому подобное а сейчас я просто пытаюсь продвинуть это немножко масса потому что я знаю в россии многие это делают кто-то не афиширует этим делать для себя хотелось бы подтолкнуть это чтобы подтолкнуть как народ чтобы немножко ожилил не только пользовались понятно что как можно дикую утку сохранить и приумножить то есть изготовить по крайней мере гнезда я не говорю уже о высадке рисовых каких-то районов засадки рисом по крайней мере в условиях загибающихся сельского хозяйства центрального региона россии хоть как-то поддержать популяцию птицы еще кстати хотел сказать что начал говорить что в россии уже много наверняка я надеюсь много кто занимается изготовлением этих гнезд но не рассказывает об этом в сети и не подталкивает возможно но прошлом году мой друг и товарищ тулаев сергей самаре со своим другом сделали такие гнезда выставили и у них 50 процентов было занято 50 процентов занято птицей то есть это дело не безнадежное ребят поверьте если вы выставите своих вот да я буду конечно сейчас вы можете комментировать что у нас там идиота хватает будет жить будет ломать ну на то она россия что с этим сделать не знаю может быть другой стране и по-другому но есть так говорить и ничего не делать тогда ничего не делайте чем могу сказать а мы делаем ну сама и сломают еще сделаем на то мы живем что как-то бороться и биться за все так что сейчас я нарежу куски продолжу уже когда буду накручивать или сейчас сделал один кусок расскажу вам про размеры примерно это будет все при накрутке уже когда будем заворачивать соломы завязать само гнездо там же я и скажу что будет необходимо для изготовления одного гнезда все до связи буду резать материал на 30 гнезд